друзья всем привет сегодня расскажу вам про самую главную новинку автоваза этого года лада vesta в кузове универсал что интересно автоваз сразу презентует две версии это универсал кросс то есть с увеличенным дорожным просветом и обычный автомобиль просто универсал отличаются они на самом деле больше в имиджевом плане потому что у кросса есть симпатичные накладки по кузову диски большего диаметра кстати 17 дюймовые уже в базовой комплектации но главное увеличенный дорожный просвет что касается обычного универсала то просвет у него тоже отнюдь не маленький 178 но у кросса он еще больше превышает 20 сантиметров то есть это в принципе уровень кроссоверов ладу vesta универсал уже называют самой красивой ладой в истории но естественно что спасибо нужно сказать прежде всего главному дизайнеру стиву матину но сказать спасибо есть за что потому что лада vesta в кузове седан сама по себе был автомобилем достаточно симпатичным но определенно универсал удался еще больше и даже злопыхатели даже тазоненавистники в принципе признает что машина получилась многообещающий важно подчеркнуть что при проектировании универсала автоваз старался максимально унифицировать его седаном поэтому вы не найдете каких-то больших различий с точки зрения например размеров салона пространство на втором ряду объема багажника то есть в этом аспекте машины окажутся примерно идентичны они делят многие кузовные элементы и фактически они различаются только задней верхней частью кузова но которая у универсала сделана еще и такой скошенной не спадающей чтобы придать ему эффектный вид с точки зрения практичности основная разница будет в том что универсал это естественно широкий задний проем возможность положить что-то очень крупногабаритные ну и плюс к этому конечно все имиджевые преимущества потому что но многие автомобили в кузове универсал на самом деле смотрится классно ну и lada vesta вот данном случае не стало исключением производство автомобиля уже запущено более того дилеры получают уже шоурумные и тестовые экземпляры но официальные продажи стартуют только осенью причем дата не оговаривается пока поэтому просто будем ждать по ценам также нет никакой конкретики но это относительно предсказуемо можно их предположить потому что универсал у автоваза обычно на 25-30 тысяч дороже чем седан ну и в принципе по рынку это примерно такая средняя надбавка за универсальность но и версия кросс тоже наверняка будет дороже в том числе за счет своей более богатой комплектации ну вот я упомянул уже 17 дюймовый диски поэтому можно ожидать что топовые версии кросса будут стоить порядка 800 тысяч рублей но что касается техники в целом то не думаю что будут между седаном и универсалом большие различия то есть скорее всего набор двигателя коробок передач будет одинаковый то есть базовый мотор 1 и 6 литра 106 лошадиных сил для тех кому нужно помощнее и более тяговиты это 18 122 лошадиные силы но и коробка передач либо пятиступенчатая механика либо пятиступенчатый робот каких-то откровений в этом плане пока не будет как не будет и полного привода на самом деле автоваз рассматривает возможность создания полноприводных лада x-ray и лада веста но здесь все упирается в отсутствие как таковой системы полного привода потому что адаптировать тот же полный привод от рено дастер это не такая простая инженерная задача спасибо за внимание подписывайтесь на канал